В эфире телеканал ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Из Москвы на Дальний Восток тайниками. Об успешной операции МВД по перекрытию канала поставки синтетических наркотиков расскажем через минуту. Двести героических дней, которые изменили ход войны. 2 февраля исполняется 80 лет со дня Сталининградской битвы. Доброта без границ. Фонд Инсан помог матери-одиночке приобрести жилье. Сотрудники МВД России обнаружили почти килограмм синтетических наркотиков у двух уроженцев Республики Дагестан. Молодые люди были задержаны в рамках операции по перекрытию канала поставки из Москвы на Дальний Восток. В ходе опыска в арендованном злоумышленниками помещении в еще одной приготовленной к отправке коробке был найден сверток весом свыше 211 граммов. И в продолжение темы еще об одной оперативной находке. В доме у жителя Каспийска полицейские нашли 120 грамм героина. Также при личном досмотре у него в кармане были обнаружены 22 разовые дозы запрещенного вещества. Героин ездил в Москву, покупал, употреблял. Здесь примерно где-то более 100 грамм, да? А в Москве приобретали его? По закладкам разных местах. Дальше, а оплата денежных средств как производилась? По карте. По карте. Карта чья? На ваше имя довезти? Карта человека. И оттуда потом переводили на свою карту. А вы знакомы с этим человеком? Лично нет. Лично не знакомы. То есть вот схема работала таким образом, что вы друг друга не зная, дистанционно через закладки в Каспийске реализовывали эти наркотики. Да, да. Других членов группы вы не знаете, да? Нет. 2 февраля исполняется ровно 80 лет со дня разгрома советской армии немецко-фашистских войск в Сталининградской битве. Его по праву считают самым ожесточенным сражением. Битва, в которой участвовало более 5000 дагестанцев, продолжалась 200 дней и коренным образом изменила ход войны. В связи с памятной датой Сергей Меликов обратился к жителям республики. На Мамаевом кургане навечно высечено на одной из надгробных плит имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Здесь же погиб генерал-майор Якуб Кулиев. В небе над Сталининградом храбро сражался дважды Герой Советского Союза Амитхан Султан. Среди доблестных участников, кто погиб в лихом бою над Волгою и Магомеда Гамзатов, родной брат народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Участники этих событий уходят из жизни, но в нашей памяти они останутся навсегда. А их рассказы о войне, о подвигах советских солдат мы будем передавать из поколения в поколение, говорится в обращении. Окопные свечи в зону СВО. В столичных школах стартовала акция «Тепло души», приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Гимназия номер 38, одна из первых в столице, объявила о сборе необходимого инвентаря – жестяных банок из-под консервов и парафина. Суть акции – изготовить блиндажные свечи для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Горит такая свеча от 3 до 8 часов. Идея принадлежит семье Ильясовых из Махачкалы. По собственной инициативе супруги Гаджи и Марзият уже собрали и направили в фонд помощи военным около сотни свечей. Сбор продлится до 6 февраля. В гимназии 38 объявляется сбор необходимых материалов. Консервная банка металлическая, объемом от 200 до 500 мл, обязательно мытая. Картон гофрированный, чистый, без наклеек и пленки. Парафин марки П2 пищевой, парафин марки Т1 и Т2. Можно и свечи. На одну блиндажную свечу уходит в среднем от 200 до 250 г парафина. Картонные коробки размером 29 см ширина, 39 см длина, 21 см высота. Баночки приносим в школу. В фойе старшей школы будет стоять урна для них. Более 2 млрд рублей предусмотрено на поддержку АПК Дагестана в 2023 году. Об этом Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил на встрече с коллективом регионального медсельхоза. Премьер-министр региона ознакомился с информацией ведомства об итогах развития агропромышленного комплекса республики в разрезе отраслей за прошлый год и задачах на год текущий. В приоритете, по мнению премьера, должны быть работа по обеспечению продовольственной безопасности и активное участие во всех федеральных программах. Эти деньги пойдут на развитие растеневодства. В частности, это и рисоводство, это и мелиорация, это и садоводство. Определенная часть финансовых средств будет направлена и на переработку сельскохозяйственных продуктов, и на хранение. Большая доля в объемах производства сельскохозяйственных продуктов составляет животноводство, и порядка, чуть меньше денежных средств будут видны на развитие животноводства тоже, частностное развитие овцеводства, на поддержку овцеводства будут видны средства, будут видны средства также на племенное дело, потому что у нас более 70 племенных хозяйств. Мы взяли такое направление, мы хотим сохранить генофонд нашего аборигенного скота, наших районированных пород. Денежные средства будут видны, хотя это не касается деятельности Министерства сельскохозяйства, около 1 миллиарда рублей дополнительно еще будет видны на виноградарство и переработку виноградарской продукции, потому что мы в текущем году произвели продукцию более чем на 281 миллиард рублей, валовый региональный продукт области сельского хозяйства. Это из всего валового регионального продукта, который произведен в республике, который где-то под 1 триллион рублей. Поэтому это говорит о том, что у нас и сельскохозяйственный регион, и сельскохозяйственная республика, мы его дальше тоже будем развивать, и вся перерабатывающая промышленность и другие отрасли будут подвязаны под продукцию, которая производится в республике. Заместитель муфтия Дагестана Ахмат Магомедов с рабочим визитом посетил Бабаюртовский район. Он посетил среднюю школу номер 2 в селе Хамаматюрт, где встретился с заместителем директором Юсупом Мустафаевым, который рассказал об образовательном и воспитательном процессе. Учеба как у детей? Медалисты? Каждый год у нас медалисты есть по 2-3 человека, в этом году тоже у нас претенденты 4. Стараемся воспитывать детей именно исходя из канонов ислама. Это очень важно, чтобы дать нашим детям хорошее и правильное воспитание. И по исламу тоже так говорится, есть из речения пророка Али-Иссаляту Ассаляму, и говорится, что самое лучшее, что родитель может дать своему ребенку, это хорошее и правильное воспитание. В рамках рабочей поездки религиозный деятель также принял участие в благослужении в Джума-мечете села. Ахмат Магомедов прочитал прихожанам проповедь о важности дозволенного заработка. Новое жилье для матери-одиночки. Благотворительный фонд Инсан помог в приобретении квартиры женщине, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию. Муж ушел, оставив ее одну с двумя детьми. Дорогие друзья, сегодня у нашей подопечной Ксении радостное событие. Недавно мы открывали сбор в приложении на 500 тысяч рублей. Вместе с ее накопленным капиталом мы смогли приобрести жилье. И теперь эти ключи от дома мы передаем нашей подопечной. Хочу поблагодарить всех, кто пожертвовал, кто был неравнодушен к тому, чтобы мне помочь, моим детям. Аль-Хамду-Лля, что люди помогли нам, собрали нужную сумму, помогли купить этот дом. И все, что вообще сделали, я всем благодарна. Аль-Хамду-Лля. Также представители фонда провели в квартире ремонт и приобрели для новоселов холодильник и стол. И немного о спорте. Победителя вселесийского турнира по подъему штанги на бицепс встретили в аэропорту Махачкалы. На соревнованиях в Москве Саид Абдулаев установил рекорд России. 19-летний юноша показал лучший результат в турнире по строгому подъему на бицепс. Он выступал в категории до 60 килограмм и сумел набрать 55 килограмм. На родине студента Дагестанского художественного училища встретили его родные и друзья. У меня генетика под этот вид спорта. С моим маленьким весом у меня достаточно хорошие силовые. Занимаюсь я несколько лет, но конкретно этим видом спорта полгода. Трудностей, кроме физических, не было, были только моральные. Было тяжело подготовиться, так как я был первый раз. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова